Современные основные боевые танки принято делить на две военно-технические школы — западную и советскую. Типичный основной танк вооружённых сил НАТО — это крупная машина с экипажем из четырёх человек, оснащённая 120-миллиметровой пушкой с хорошими углами склонения. Советские же конструкторы предпочли низкий профиль, плотную компоновку и пушку калибра 125 мм с автоматическим заряжанием. В общем, технических и визуальных различий у них столько, что танки разных школ легко отличить друг от друга даже на глаз. Впрочем, есть случаи, когда советские и западные идеи получили развитие в одной машине. Именно так действовали инженеры Китайской Народной Республики, которые взяли танки СССР и выработали на их основе собственный подход. Советский Союз поставлял танки в КНР с начала 50-х годов 20-го века. Во время Корейской войны танкисты социалистического блока сражались на советских ветеранах Второй мировой ИС-2 и Т-34-85. Уже тогда местные специалисты попытались разработать на их базе новые машины, но в те времена это оказалось не очень нужно. Ведь в 1956 году государства договорились об экспортных поставках в КНР танка Т-54А и документации к нему, чтобы развернуть местное производство. Затея обернулась успехом, поэтому в 1959-м Китай принял на вооружение танк, который сегодня известен под двумя индексами — заводским ВЗ-120 и армейским тип 59. Внешне он выглядит один в один, как Т-54А, но между оригиналом и копией есть кое-какие различия. К примеру, двигатель и пушка — оригинальные образцы из КНР, пускай и созданные на базе советских узлов. Кроме того, первый тип 59 остались без стабилизаторов орудия и приборов ночного видения. Эту проблему удалось решить лишь позднее. Но, как показала история, тип 59 стал настоящей вехой для китайского танкостроения. В последующие десятилетия на основе этой машины создавали проекты многих других танков. Первым из них до производства добрался ВЗ-121 или тип 69. В его случае отличия от Т-54А более заметны. Если не внешне, то при углубленном изучении уж точно. Танк получил новый двигатель мощностью 580 лошадиных сил, гладкоствольную пушку собственной разработки, оборудование ночного видения и лазерный дальномер. Т-54А и тип 59 послужили основной танковой платформой Китая не только из-за качества или эффективности. В начале 60-х годов отношения между КНР и Советским Союзом ощутимо испортились, причём так сильно, что дело дошло до пограничных конфликтов. В боях за остров Даманский Китаю удалось отбить у СССР один из танков Т-62 и затем внимательно изучить его технологии. Так что последующие танки КНР создавались уже с учётом новых данных и опыта. Кроме того, Китай начал активно развивать сотрудничество с Западом. Например, экспортная модификация тип 69 под индексом 2Г получила нарезную пушку калибра 105 мм — лицензионную копию британской Л-7. Несмотря на то, что китайские конструкторы адаптировали Т-54А под свои нужды, влияние советского танка ещё долгие годы ощущалось в новых машинах. Даже в поздних модификациях тип 59, таких как ЗТЗ-59Д-1, можно разглядеть характерные черты 54-ки. Грибовидный вентилятор на крыше башни, характерную форму моторно-трансмиссионного отделения и базу из пяти катков, и передний, конечно же, вынесен вперёд. Подобный танк никак не спутать с Т-55 или Т-62, если знать, на что обращать внимание. От основы в виде Т-54А отошли только в основных боевых танках второго поколения, которые, хоть и следовали советским лекалам, разработаны были уже полностью в Китае. В 90-х годах КНР представила современные основные боевые танки тип 96. Хотя официально никто не поставлял в Китай Т-72 и соответствующую документацию, инженеры КНР пришли к тем же выводам, что и их коллеги из СССР. По факту Китай разработал прямого конкурента советским ОБТ. Размещенный по центру боевого отделения автомат заряжания, топливные баки стиллажи в передней части танка, экипаж из трёх человек, калибр орудия 125 мм. Трансмиссию машины сконструировали таким образом, чтобы танк мог набрать 59 км в час передним ходом и 7 км в час задним. На поздние варианты танка тип 96 под индексом А установили тепловизоры и блоки динамической защиты, которая противостоит не только кумулятивным, но и кинетическим боеприпасам. Кроме того, в КНР решили не останавливаться на достигнутом и создали более современный ОБТ под индексом ТИП-99 по характеристикам, напоминающие Т-72Б3 и другие российские танки. У ТИП-99 есть несколько известных модификаций, среди которых в War Thunder представлены второй и третий варианты с улучшенной сварной башней. Танки этого семейства оснащены современным цифровым оборудованием. Лазерными дальномерами, тепловизорами, панорамными командирскими прицелами с возможностью дублирования функций управления огнём. В плане подвижности эти машины напоминают российские ОБТ-семейства Т-72, но всё же уступают танкам Т-80. 1200 л.с. лицензированного дизеля от немецкой компании МТЮ, конечно, хороши, но вес ТИП-99 составляет 51 тонну. Сегодня Китай активно обновляет свой танковый парк. Старый ТИП-59 уходит на хранение, а вместо них армия сотнями получает современные ТИП-96 и ТИП-99. Их можно опробовать в War Thunder на последних рангах бронетехники, где они вполне успешно противостоят конкурентам из других стран благодаря хорошей бронезащите, мощному вооружению и цифровому оборудованию. А что вы думаете об основных боевых танках КНР? Смогли ли они стать самостоятельными машинами? Или так и остались тенью советских наработок? Выскажите своё мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!